Мне не вернуть моего сына, которого я так сильно любила. Я каждый день его жду. Не могу я. Пожалуйста, помогите. Помогите, чтобы не гибли другие дети. Чтобы все работали добросовестно. Рызия Аймуратова в декабре прошлого года похоронила своего единственного 25-летнего сына Султана. Работал он на октябренском заводе феросплавов помощником машиниста. Там же и погиб. Парня зажал и между двумя 20-тонными вагонами. Трагедия на производстве грозила руководству серьезными проблемами. Поэтому для родных на скорую руку сочинили ошеломительную версию. Якобы Султан таким странным способом свел счеты с жизнью. Только в планах у парня было другое – желание жить вместе с красавицей-женой, воспитывать 8-месячного сынишку Абике и построить большой дом. День на работу с хорошим настроением машины. Обещала мне, что придет завтра, что пораньше придет, чтобы я его не будила, что вечером пойдем погуляем. Это был последний разговор Эльмира с мужем. Ночью ей позвонили с завода и сказали, что Султан намеренно встал между вагонами и ждал, пока его придавят. Хотя помощник машиниста никогда не занимался сцепкой вагонов. Зато версия самоубийства полностью снимала вину с работодателем. Эль Муратов был принят на работу в качестве помощника тепловоза машиниста. В моменте сейчас он выполнил работу составителя. Как бы того ни хотело руководство, но Актюбинский завод феросплава все же оказался в центре скандала. После столь странного суицидом делом заинтересовались в управлении инспекцией труда и отправились на предприятие с проверкой. Комиссия на сегодняшний день закончена, расследована в данном несчастном случае. И вина работодателя установлена 90%, вина работника 10%. Как бы ни было, работник должен был соблюдать правила безопасности охраны. В любом случае, при должности помощника машиниста тепловоза, при составителя, это требование всем единое. Удивительно, но на Актюбинском заводе феросплава, в который входит в акционерное общество КазХром, только за прошедший год погибли двое рабочих и оба из железнодорожного цеха. И уж совсем по нелепой случайности или же закономерности погибшие тоже были помощниками машиниста. Видимо, это проблемный участок предприятия, и ему нужно уделять повышенное внимание. Рабочие рассказали, что в КазХроме при любом удобном случае вину за увечья или гибель пытаются свалить на самих сотрудников. Все дело, говорят, в компенсациях, которые завод по закону обязан в подобных случаях выплачивать семьям. Но на этот раз предприятию не удалось завуалировать смерть султана Аймуратова суицидом, и работодатель обязан обеспечивать его сына Аблайхана до совершеннолетия, а также оплатить ребенку учебу в ВУЗе.